обычная цена, а в другом случае у нас будет вот такая вот цена, и это установленная государственная цена. Получается, что фактически вы должны получать за 1 грамм золота 16 грамм серебра, а государство принуждает владельцев серебра платить вам на 4 грамма больше, правильно? Тогда вы будете стремиться какие деньги придержать, а какими рассчитываться? Золотом или серебром? Золото придержать. Золото придержать. Вы за золото получаете больше серебра, чем дает рынок. Если вам это будет предоставлено, то вы с удовольствием будете избавляться от золота и хранить серебро. И плохие деньги в данном случае будет что? Золото или серебро? Золото. Почему это плохие деньги? Потому что они имеют вот цену, которая установлена государством, выше или ниже реальной. Реальной оказывается ниже, а платят за нее выше. Значит, вы будете использовать золото для того, чтобы рассчитываться, а серебро будет у вас в сбережениях. И будет действовать закон Грешева. Плохие деньги сняют из обращения хорошие деньги. Как вы думаете, а будет ли это действовать закон, если нет четкой фиксации курса золота в серебре? Если, например, у нас был курс 16 к 1, а потом увеличилось предложение серебра в результате открытия новых месторождений, и курс изменился к 17 к 1. Будет ли разница, что брать золото или серебро? Если у нас значительно вырастет курс доллара на рынке, а государство его заморозит на более низком уровне, то к чему это приведет в точке зрения расчетов? Вы, как продавец, захотите получить за свой товар больше доллара или больше рублей? Вы захотите доллара получить вместо рублей, потому что доллар – это заниженная государственная валюта, она стоит реально дороже. А если доллар просто укрепился, вам все равно, чем с вами рассчитаются, рублем или долларом? Вам все равно, потому что вы в курс видите, пересчитываете одно в другое, вы говорите, чем заплатите, тем заплатите, все равно. А вот если государство будет фиксировать, вам будет не все равно, и будут одни валюты протеснять другие. Поэтому закон Грешева действует только при жесткой фиксации. Но исторически так сложилось, что конкуренция между различными металлами привела к определенного вида монометаллизму, когда не два металла играют роль денег, а один металл. Но правда в разных странах это были разные металлы. В некоторых странах это было серебро, в некоторых это было золото. Причем этот стандарт существовал где-то с 1867 года, это тогда состоялась Парижская валютная конференция, на которой был и принят официально международный валютный стандарт. Правда в 19 веке монометаллизм проделал некоторую эволюцию, и там были изменения в формах этого стандарта. Первично, когда золото использовалось в торговле, существовал так называемый золотомонетный стандарт, который подразумевает, что вы можете использовать монету в обращении, банкмота заменяет эту монету, причем банкмота разменной является на определенное количество монет. Вы имеете полную возможность контролировать количество денег в обращении, потому что если эмитент банкнот выпускает больше, чем у него есть монет, то это выражается в росте цен, и вы можете не больше платить, а просто конвертировать ваши банкноты в золото, и увидеть, что никакой инфляции по факту нет. Или проще всего вы разорите этого эмитента, потому что вы будете предъявлять ему банкноты, а золото у него не окажется, и такой банк-эмитент фактически разорится. Поэтому в условиях золотомонетного стандарта банки жестко поддерживают соотношения между банкнотами и резервами. Несколько иная ситуация возникает при так называемом золото-слитковом стандарте, когда вы можете обменять бумажные деньги на золото, но только при определенном количестве бумажных денег. В свое время, когда существовал золото-слитковый стандарт, вам нужно было иметь бумажных денег на сумму эквивалентную 17 кг золота. Как вы понимаете, большая часть владельцев бумажных денег отсекалась от размена. А золото-девизная система подразумевает, что вы, имитируя бумажные деньги в качестве резервов, используете как золото, так и девизы. А девизы – это фактически валютные активы других государств. Получается, что в качестве фундамента для вашей денежной системы используются как золотые монеты, так и другие фиатные валюты. То есть все эти три вида денежных систем, они, хотя и относятся к монометализму, но второй и третий дают банкам гораздо большую роль, большую самостоятельность в управлении денежной массой. Здесь банки очень ограничены в возможностях эмиссии. При золотом слиховом стандарте далеко не каждый может разменять. При золотом слиховом стандарте все страны могут увеличивать количество своих валют, тем самым увеличивая и резервы друг друга, под которые создаются новые валюты. То есть это более инфляционная модель. Как мы знаем, крах золотого стандарта произошел в 29-м году, точнее в 33-м году США отказались от размена. Почти все европейские страны в 30-е годы приостановили размен своих валют на золото. А когда заканчивалась Вторая мировая война, в США произошла Петтл-Удская конференция, на которой особую роль получил доллар. Это единственная валюта, которая разменивалась на золото. Был еще фунт, но потом роль фунта стала гораздо меньше. По сути дела это был только доллар США. До 1971 года была система так называемых фиксированных курсов. То есть они практически не менялись, не поменялись на момент, в какой-то период времени. То есть это не была система плавающих курсов. Ведь мы сейчас так смотрим на валютный рынок. Он на него смотрит, он все время падает, то растет вот таким вот образом. А до этого он характеризовался вот такими. Такой динамикой. То есть практически не менялся курс. Потому что все они были привязаны к золоту и регулировались за счет денежных соглашений. Правда, эти денежные соглашения все время нарушались, что и расшатало систему и привело к переходу к так называемой ямайской денежной системе, где курсы являются плавающими. Но об этом уже поговорим в следующий раз. На сегодня все.